Всем большой привет! Сегодня мы хотим вам показать макияж, который мы назвали графичные смоки. Нашу тон от Make Up For Ever Face and Body и в местах, где тона требуется побольше, добавляю его бьюти-блендером. Корректирую овал лица палеткой от Шарлда Тилбери с Культен Хайлайт. Ей же я затрагиваю немножко нос и добавляю объем глазам. Продолжение следует... Румяна использую кремовые, наношу их на неприпудренное лицо, обычно кисту для румян. Хорошо растушевываю. Базу под тени использую очень стойкую, для того чтобы наш макияж никуда не поплыл и не отпечатался. Брови здесь очень важный момент, чтобы не перегрузить лицо, очень важно оставить их максимально мягкими и пушистыми. Щеткой я вычесываю брови наверх и прорисовываю штрихи. Кисточкой для бровей я немножко их растушевываю, чтобы линии не выглядели очень навязчиво. И фиксирую гелем. Для макияжа глаз я использую тени натурального оттенка из палетки от Бекка и кистью для растушевки наношу их. Чёрным карандашом по линии роста ресниц я рисую стрелку на весь глаз. Обратите внимание, я использую боковую сторону карандаша. Водостойким карандашом я прорисовываю водную линию снизу и сверху и немножко растушевываю, чтобы на ресницах не было комочков. Дальше продолжаю работать над формой стрелки. Боковой стороной карандаша я наслаиваю её до нужного размера. Дальше продолжаю работать над формой стрелки. Когда с толщиной стрелки мы определились, очень важно выровнять форму на открытом глазе, чтобы при открытых глазах стрелка выглядела прямой. Теперь беру плоскую маленькую кисточку и матовые чёрные тени и по форме аккуратно набиваю. Синтетической кисточкой можно с остатками консилера, можно плоской, какой вам удобно. Я очищу форму. Принцип стирательной резинки. Я прохожу с чёрным гелевым лайнером для того, чтобы убрать пробелы между ресницами. Для того, чтобы линия стрелки была более чёткой, можно пройти лайнером, либо кистью для лайнера с чёрными тенями по форме. Продолжение следует... Ну вот, макияж готов! Надеюсь, мы вдохновили вас на эксперименты с чёрным карандашом и тенями. Подписывайтесь на канал и в инстаграм следите за обновлениями. До новых встреч! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!